Привет! Если вы соскучились по новым загадкам, открытиям, изобретениям и идеям, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение, то этот ролик как раз для вас, потому что это Сайван и рубрика Пушка, а в заголовке лишь одна из новостей, что я отобрал для вас сегодня. Для быстрой и удобной навигации по ролику я подготовил оглавление. Итак, сегодня у нас нейроученые проникли в сумеречную зону сознания и поняли, где его переключатели. Древние люди, возможно, умели впадать в спячку, чтобы пережить суровую зиму. Химики объединились с физиками и открыли новое состояние вещества, из-за чего стекло для них стало еще более загадочным материалом. Биохакер нечаянно вырастил в себе галлюциногенные грибы, а искусственный интеллект учит видеть галлюцинации под психоделиками. ЦРУ рассекретило тысячи материалов про НЛО, а ведущий астроном Гарварда либо сошел с ума, либо подводит коллег к открытию тысячелетия и вселенная, какой мы ее еще никогда не видели, космические миссии в этом году. Если вы пропустите их, то, уверяю, будете жалеть. Начинаем. Многим кажется, что если мы теряем сознание, то мы как бы перестаем сами для себя существовать, потому что вроде как перестаем воспринимать внешний мир, да и внутренний тоже. В этом же смысл общей анестезии, правда? Но что если теряя сознание, мы теряем лишь связь с внешним миром, то есть мы без сознания лишь для всех вокруг, но не для себя. А когда очнулись, то просто не помним, что было, пока мы были изолированы внутри. Как же тогда понять хотя бы самое простое, окончательно мы без сознания или еще где-то здесь и никак не можем дать об этом знать? Например, как люди под наркозом или в коме. Так вот, ученые в новом исследовании попытались наконец разобраться, что происходит в нашем мозге, когда мы пересекаем то, что они называют сумеречной зоной сознания. Без этого вряд ли можно решить одну из главных загадок нейронаук. Каковы биологические основания нашего с вами сознания? Обычно в исследованиях используется наркоз или естественный сон, и отсутствие реакции на внешние стимулы часто приравнивается к отсутствию сознания у человека. Но ведь это не одно и то же. Если абонент не отвечает, это не означает, что он не видит вашего звонка. Может, он просто не может ответить. Так что ученые придумали двойной эксперимент. Они собрали группу добровольцев, почти 40 человек, и сначала вводили их в состояние под наркозом. Будили их сразу, как те переставали реагировать на внешние стимулы, и подопытные должны были рассказать, что они только что до пробуждения видели и чувствовали. До, во время и после их мозг сканировали. Потом, как пишет N+, тех же волонтеров исследовали, когда они засыпали. Естественным образом, только не сразу. Больше суток их держали без сна, а затем они ложились отдохнуть прямо в томограф. И в разные фазы сна людей снова будили и опрашивали. И большинство действительно описывали свои чувства, когда они были в сознании и бессознании, в этой сумеречной зоне сознания. Это было важно, потому что и здесь, во всех состояниях мозга, делались подробные сканы. В итоге обнаружили отделы мозга, которые связаны с сознанием, вне зависимости от того, как и что нас его лишает. Типа и доза препарата для наркоза, фазы сна и направление изменения состояния от бессознательного к сознательному или наоборот. Эдакими тумблерами сознания, по словам исследователей, можно считать таламус, поясную кору и угловую извилину. Возможно, такой переключатель поможет нам однажды лучше понять, что происходит с людьми во сне или коме. А может, мы сможем обходиться без химического наркоза, чтобы отключать пациентов и включать их обратно без последствий для здоровья. Если вдруг вам не нравится зима, почему бы ее просто не проспать? Открывайте глаза, а за окном уже тепло, светло, зелено, птички поют. Возможно, наши предки в суровые зимы ледникового периода умели делать именно так. Эту гипотезу предложили исследователи из Испании и Греции, после того, как изучили странные изменения в костях древних людей возрастом 430 тысяч лет. Это не Homo sapiens и других видов. Останки раскопали в знаменитом археологическом комплексе Атапуэрка в Испании. Там было сделано уже столько открытий за последние десятилетия, что в начале нашего века место официально признали наследием человечества. Так вот, международная команда исследователей обнаружила в тысячах костей древних обитателей Атапуэрка повреждения, которые получает организм при болезнях, связанных с нехваткой витамина D. Почечный рахит, почечная остеодистрофия и многие другие. Ну, казалось бы, как еще могли жить древние люди, когда в магазин за едой не сходишь и витаминов в аптеке не купишь? Но загадка повреждений в том, что они, судя по следам на них, появлялись с четкой регулярностью. Проблемы начинались раз в год, когда были перебои с витамином D. В норме его вырабатывает наш организм сам, когда ультрафиолет попадает на нашу кожу. Поэтому у нас и сегодня проблемы с витамином D могут быть именно зимой, когда короче световой день и мы меньше выходим на улицу. Но там, где сейчас Испания, 400 тысяч лет назад световые дни были все равно длиннее, чем на севере. Почему же у местных гоминид была такая нехватка Солнца? Антропологи обнаружили, что похожие проблемы бывают у млекопитающих, который впадает в зимнюю спячку, например, у медведей. Правда, для косолапых это ненормально, но бывает, если ложатся без достаточных запасов жира. Возможно, предположили исследователи, хозяева найденных костей не просто проводили много времени в пещерах, спасаясь от зимних холодов ледникового периода, но и впадали в спячку, которой организм эволюционно не был до конца готов. Отсюда и болезни, как у медведей, которым не повезло. Коллеги авторов исследований считают, что повреждения на костях, даже такие странные, можно объяснить чем-то более простым и реалистичным. Так что нужны еще исследования. Но что любопытно, состояние, похожее на гибернацию или, проще говоря, спячку, сегодня пробует вызывать у современных людей. Это важно, если надо замедлить процессы в организме пациента, например, в случае инсульта. Это позволило бы врачам выиграть бесценное время и спасти от больших повреждений мозг. Такие технологии уже разрабатываются, и ссылки по этой теме и другим, как всегда, в описании. В эти новогодние каникулы мой мозг, кажется, воспользовался моментом, и пока его всерьез никто не трогал, на несколько дней впал в гибернацию. В этом состоянии я сделал пару выдающихся открытий. Оливье может храниться до шести дней, а на мобильных теперь есть идеальный мир. Про Оливье я выяснил, держа кастрюлю на ледяном балконе, а не в холодильнике. А про RPG, когда согласился попробовать новую мобильную версию игры Perfect World Mobile. Идеальный мир. Я и старое это не знал, так что мой отмокающий мозг почувствовал себя первооткрывателем. Тут можно бродить по миру и рубить боссов и других ботов, а можно играть против других пользователей. Я человек в целом мирный, поэтому, видимо, больше всего просто летал по воздуху. Ну и изредка выкашивал особо злых встречных поперечных прямо там, не спускаясь на землю. В остальное время строил свой дом, выращивал сад, внезапно такой симс посреди войны с монстрами. Кстати, к себе в имени можно звать гостей, но я никому не признавался, что играю в такое лютое фэнтези в стиле аниме, так что обустраивался по-тихому. Уж не знаю, какой полагается быть графики в онлайн-рпг на мобильных сегодня, Perfect World Mobile на максималках это все равно, что аниме смотришь. Правда, мой телефон едва справлялся и сильно грелся, что морозы не сказали, чтобы было минусом. Но графику можно настраивать под мощности своего телефона. В игре можно еще много всего, воевать за гильдией, примерять скины снаряжения, менять внешность персонажей и реинкарнировать, выбирать уровень сложности в подземелье, куда забираешься. Но мой мозг уже и так совершил лучшие свои открытия на тот момент и новые я приберег на потом. Если ваш мозг тоже просит гибернации, то качайте Perfect World Mobile, он есть на андроиде и айос. Ссылку я оставил в описании под роликом. Вы знали, что стекло, да, обычное стекло, которое мы используем в миллионе вещей каждый день, до сих пор серьезная научная загадка? Казалось бы, мы уже должны знать про него все, но некоторые его физические и химические свойства пока не удается объяснить. И это удивительно. Например, стекло в обычном своем виде вроде как твердое вещество. Это не обязательно привычные нам стеклопосуды, окон и других полезных вещей. Стеклом в физике и химии называют металлы, пластики и даже белки, когда они ведут себя особым образом. Со школы вы, наверное, помните, что когда вещество переходит из жидкого состояния в твердое, то молекулы выстраиваются таким образом, чтобы образовать кристаллическую решетку. Но это не про стекло. Его молекулы застывают до того, как получится стройный порядок. Поэтому стеклообразные вещества называют аморфными. А как так получается, ученые продолжают выяснять до сих пор. И вот команда исследователей в Германии открыла новое агрегатное состояние вещества. Жидкое стекло. И вопросов только прибавилось. Ведь оно не жидкое в том смысле, в каком нас учили в школе про агрегатное состояние. Обычно для изучения свойств стекла и его переходных состояний используют коллоидные суспензии. Это такие смеси или жидкости, которые содержат твердые частицы размером в микрометр. То есть в десятки раз меньше, чем толщина среднего человеческого волоса. Такие суспензии отлично воспроизводят поведение и многие свойства стеклообразных материалов. И обычно в исследованиях используют сферические частицы. Но вот проблема. В реальной жизни за пределами лабы системы состоят в основном из несферических частиц. Так что для нового эксперимента команда сделала новые эллипсоидные частицы. И получилось неожиданное. Когда они начали рассматривать суспензию под микроскопом, то обнаружили, что частицы могут двигаться, но не вращаться. Это происходит лишь при определенной довольно высокой концентрации частиц. Такое состояние было теоретически и предсказано 20 лет назад. Но получили его на практике только сейчас. Хотя речь идет о частицах размером в микрометры, но феномен жидкого стекла позволит по-новому взглянуть на процессы в масштабах от молекулярного до астрономических. Дальше авторы исследования хотят выяснить, происходит ли то же самое в разогретых веществах, которые находятся в потоке. Звучит странно, но это как раз самое полезное для реального применения. Ведь это и потоки крови в нашем теле, и шоколада на кондитерских фабриках, и нефти в трубопроводах. Иногда кажется, что можно и самому сделать, что там в этих лабораториях химичат очкарики. Можно, но нет никакой гарантии, что внутри вас после этого не начнут расти, например, грибы, как у анонима из США. Его клинические случаи описали врачи в научном журнале по психиатрии. Пациенту 30 лет, у него биполярное расстройство, и он перестал принимать прописанные ему лекарства. Он начитался исследований, которые якобы показали пользу психоделиков для таких пациентов, как он, и в надежде справиться с биполяркой и, кстати, опиоидной зависимостью, он сделал отвар из псилоцибиновых грибов, прогнал раствор через самодельный фильтр из хлопковой ткани и ввел напрямую в вену. Дальше было не совсем то, что можно было бы предположить. Парень впал в литургический сон, его кожа пожелтела, началась диарея и рвота кровью. Несколько дней родственники не догадывались о том, что происходит с ним. Когда нашли и повезли в реанимацию, врачи же долго не могли понять, что здесь вообще происходит. Органы уже отказывали один за другим. Оперативный анализ крови показал бактериальное заражение, а еще в крови обнаружились те самые грибы. Они не отфильтровались и после попадания внутрь стали размножаться в теле. Пациента все-таки удалось спасти. Но врачи опасаются, что таких биохакеров-самоучек может скоро прибавиться. В США штат Орегон первым легализовал псилоцибина для медицинского лечения, а в Канаде это сделают вот-вот. И еще вряд ли других стран уже рассматривают вопрос. Но чего я меньше всего ожидал, в новых исследованиях ученые сейчас пробуют заставить искусственный интеллект переживать галлюцинации. Так хотят понять, что же может происходить в нашем мозге, когда он воспринимает вещи, которых нет, когда мозг будто бы получает визуальное, аудио, тактильные и другие сигналы, но они точно идут не от внешних привычных источников наших органов восприятия. А значит, нечто происходит исключительно в нейросетях нашего мозга. И тут проблема. А как мы узнаем, что именно переживает пациент? Попросить описать? Да, но этого мало. А вот искусственные нейросети могли бы показать видение хотя бы примерно. Но как заставить искусственный интеллект галлюцинировать? Авторы новой научной работы предложили свои варианты. Они взяли за основу нейросети, которые используют как раз для генерации изображения предметов, похожих на реальные. Сверточные нейросети глубокого обучения. И отдельно по пунктам выписали все, что на сегодня известно науке о галлюцинациях, вызываемых определенным препаратом. Как именно выглядит видение пациентов, яркость картинки, цвета, искажения и прочие особенности. И учитывая это, начали менять, подкручивать разные параметры нейросети. И изначально нормальные картинки в итоге получались действительно психоделичными. Только теперь предстоит понять, можно ли такой подход использовать дальше в исследованиях мозга и нарушениях в его работе? Можно ли делать сколь-нибудь надежные выводы о чем-либо по таким галлюцинациям искусственного интеллекта? Будет интересно посмотреть во всех смыслах. Кстати, к вопросу о реальности или нереальности того, что мы видим. Тут ЦРУ рассекретило тысячу страниц документов про НЛО. И добрые люди, которые хотят верить, выложили материалы в открытый доступ онлайн. Это внутренняя переписка, отчеты, доклады, аналитические записки и все это пространные объекты, замеченные в небе по всему миру. Все за период с 40-х по 90-е годы. Я полистал и понял, о чем давно на самом деле уже думал. Почему в разгар холодной войны и угрозы взаимного ядерного уничтожения любые сообщения о непонятных летающих штуковинах могли всерьез восприниматься, и этим всерьез занимались спецслужбы, по крайней мере, американские. Пока люди в форме искали в небе приметы вражеского оружия или шпионской техники, массовая культура подпитывалась слухами и домыслами и строила красочный миф о внеземных пришельцах, который я очень полюбил еще в детстве, пересматривая по многу раз секретные материалы. Или это все-таки не миф? Следующую крышесносную новость я бы, конечно, не взял в пушку при других обстоятельствах, но ее главный герой – ведущий астроном Гарварда. У него много престижных научных наград, а его индекс цитирования, так называемый Хирш, 114, для сравнения у Стивена Хокинга – 125. Так что доктор Ави Лаип не абы кто с горы, а ученый с безупречной репутацией, что просто заставило меня вчитаться в то, что на первый взгляд ну бред же. Может помните, в 2017 году астрономы засекли странный объект, который стал известен науке как первый межзвездный объект, посетивший нашу солнечную систему на наших глазах. Его официально назвали Оума-Ма. С кавайского языка переводится примерно как «разведчик». Шутку так назвали. Направили на него крупнейшие телескопы планеты, и тут выясняется довольно странная вещь. Фотографии, конечно, внятных сделать было невозможно. Чудо уже, что вообще смогли обнаружить глыбу размера меньше километра, летящую со скоростью 38 км в секунду. Зато собрали массу другой полезной информации – яркость, траекторию и так далее. И по ним уже сделали расчеты и определенные довольно надежные выводы. Во-первых, объект очень странной формы для космоса. Вытянутый, как сигары, а вовсе не сферообразный. Ничего подобного мы никогда не видели здесь у себя в Солнечной системе. Во-вторых, объект движется с ускорением, как комета, но у него нет выбросов газов, как у кометы. И это безумные аномалии. За последние несколько лет вышло много научных работ, в которых им давались разные разумные, но все же неполные объяснения. Например, что объекты – это на самом деле эдакий комок космической пыли, состоящий из достаточно легкого материала, чтобы его толкал солнечный ветер, поток ионизированных частиц, выбрасываемых Солнцем. Ну и серьезные СМИ с сожалением в итоге признали – нет, все-таки это не корабли инопланетян. Но знаменитый астроном доктор Ави Лаип ставит на кон свою научную карьеру и доброе имя, идет ва-банка и заявляет – вообще-то этот объект – продукт инопланетной технологии, и это был наш первый контакт. Я могу привести убедительные аргументы, а коллеги закрывают глаза на факты, потому что этого от них требует привычка мыслить как все. Звучит как типичный фрик-альтернативщик, но он слишком крупная фигура в своей же научной области, чтобы так просто игнорировать. Так что я бы хотел подробнее изучить аргументы профессора, показать может другим астрономам и астрофизикам и расспросить их. Но детально Лаип излагает все в своей новой книге, которая впервые выйдет только через пару недель и пока только на Западе. Если это был рекламный ход, то он конечно сработал, я все равно не удержусь и полистаю. А если и вам будет интересно, расскажу в одном из следующих роликов, какие козыри припас уважаемый ученый. Или наоборот, почему вы можете не тратить свое время зря, раз уж я это сделал за вас. Что можно точно сказать? Оу-Муамма уже улетел за орбиту Сатурна и направляется к выходу из нашей системы. После чего продолжит двигаться, если конечно не изменит вдруг траекторию, в сторону созвездия Пегаса. А значит в обозримом будущем нам на него снова уже не взглянуть и не проверить свои гипотезы о нем. Есть и хорошая новость. Астрономы полагают, что объекты из других солнечных систем залетают к нам на самом деле регулярно. Просто мы пока не научились их находить заранее, чтобы подготовиться к встрече и изучить получше, когда они пролетают мимо Земли. И еще немного космоса. В этом году нас ждет много эпохальных событий и без инопланетян. В феврале сразу три аппарата, запущенные ранее тремя разными странами, достигнут орбиты Марса. Зонд Аль-Амаль, построенный по заказу Объединенных Арабских Эмиратов, будет следить за погодой и в целом атмосферой Марса. Тяньвэнь-1. Первая китайская миссия на Марс. И это сразу два аппарата. Орбитальный зонд и марсоход. Они займутся геологией, поисками залежи льда, будут изучать ионосферу, и магнитное поле планеты. И третья миссия. Американский марсоход Персеверанс. Самое сложное и интересное. Там тоже два аппарата. Один будет колесить по Марсу и исследовать осадочные породы. А второй это вертолет или, может правильнее сказать, марсолет. Его главная задача доказать, что летать в разреженной атмосфере Красной планеты возможно. Ведь пытаться это делать там, все равно, что делать то же самое на Земле на высоте около 30 километров. То есть практически нереально. Про марсолет есть крутейший ролик у научного журналиста и популярного блогера Дерека Мюллера на его канале Veritasium. Дерек снял аппарат год назад в лабе, где его готовили к миссии незадолго до запуска на Марс. Марсоход же на поверхности соберет образцы породы и другая специальная миссия должна будет забрать их и доставить обратно на Землю. В этом же году наконец должны запустить телескоп, который покажет Вселенную, какой мы еще никогда не видели. Если вам казалось, что вы уже все примерно себе представляете, рассмотрели снимки с Хаббла, то новая обсерватория взорвет всем нам мозг. И это потрясающе. Джеймс Уэбб превосходит и старичка Хаббла, и даже более современные аппараты. Например, до сих пор мы могли заглянуть в космос на глубину, где видно свет спустя максимум 400 тысяч лет после Большого взрыва. А теперь увидим вовсе первые 3% истории Вселенной. Еще Уэбб сможет хорошо по астрономическим меркам разглядеть экзопланеты, то есть планеты за пределами нашей Солнечной системы. И это далеко не весь список событий, которые человечество надеется устроить в этом году для изучения и освоения космоса. По ссылкам в описании вы найдете полную версию. Что ж, будем следить вместе, постараюсь вовремя рассказывать в новых выпусках Пушки. С вами был Влад Гончарук. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне и здесь, на Ютубе, с помощью этой волшебной кнопки. Особая благодарность Павлу Новикову, Дебаггеру Фриману, Павлу Дунаеву, Сергею Чупаеву, Алексею Леонову и Роману Шестакову. Со всеми вами, друзья, не пропадешь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин